Женщины Без знающих ни курева, ни водки Они прекрасны, что ни говорить Хотя своей и нет у них идейки Их не кормить, не надо, не поить Лишь иногда меняйте батарейки Может ли человек заменить всемогущего Господа Бога И выступить в роли создателя Создав искусственно свое мыслящее подобие Вот этот кощунственный вопрос Не первый век соблазняет наше воображение Первым заговорили об этом писатели-фантасты Достаточно вспомнить знаменитый роман Ростомовские универсальные роботы Карла Чапека И Ричи Дойча Фрэнкенштейна Но обычно литераторы изображали думающие машины В качестве врагов человека, которые сбунтовались И как бунтовавшиеся рабы пытаются уничтожить своего хозяина И надо сказать, что в 50-е годы прошлого века Когда появились первые электронно-счетные думающие машины Казалось, что до решения этой проблемы, ну, буквально один шаг Так ли это на самом деле? Это тема нашего сегодняшнего разговора В 1965 году профессор Массачусетского университета Джозеф Эйценбаум Создал программу Элиза Названную так в честь героини пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион» После первой же публичной демонстрации Элизы Она стала мировой сенсацией Машина выступала в роли врача-психотерапевта Она задавала вопросы, терпеливо выслушивала ответы И помогала найти выход из трудной ситуации Диалог происходил в письменной форме Я так страдаю От чего вы страдаете? От любви Я вас понимаю А что такое для вас любовь? Она для меня все Все? Это значит алгебра, полупроводники, зубная боль? Нет Для меня это вопрос жизни Я вас понимаю Что для вас означает смерть? Смерть Для меня означает, что больше не будет ничего Итак, вы любите все А стремитесь к ничего Надо выбрать Все или ничего Я не могу выбрать Вам всегда трудно делать выборы? У любого, кто общался с Элизой Складывалось впечатление, что машина понимает его Программа была составлена так Чтобы распознать ключевые слова И реагировать на них заготовленными фразами Если ей попадались непредусмотренные программистам сочетания слов То она отвечала нейтральными вопросами Типа Расскажите подробнее Как я вас понимаю И так далее Создатель Элизы был поражен и обескуражен Успехом своей программы Посыпались многочисленные предложения Использовать программу в качестве психотерапевта В медицинских центрах Где не хватает врачей Программа, которая общалась с вами механическим голосом Задавала вам вопросы Вы давали ответы о своем самочувствии И она в конце беседы вам выдавала диагноз Так вот, когда приоткрыта была кухня Всего этого диалога Как записываются Как перекомбинируются слова Из чего строится вывод Этой диагностической программы То, как бы Получилось Ну, жуткое обескураживание Те, кто кричали Что вот она, победа В руках Замолкли Эйфория по поводу создания мыслящей машины Прошла быстро Но феномен популярности Элизы Заставил многих призадуматься Самое забавное, что Элиза вовсе не канула в лету Железная старушка, как ее назвали Нашла себе вполне полезное применение Для лечения целого ряда заболеваний Связанных с психической депрессией С алкоголизмом и так далее Потому что выяснилось, что человек одинок Самое трудное найти собеседника Не только того, кто тебе что-то говорит Но того, кто тебя слушает Потому что мы не умеем слушать друг друга И поэтому вот это общение Стало давать вполне положительные результаты И в связи с этим Стало ясно, что вообще для того, чтобы поддерживать диалог Не так же много надо Не надо особого ума Ну и возникает тогда вопрос А что такое интеллект вообще? Четкого определения интеллекта Который признавался бы всеми учеными Нет Одни считают, что интеллект Это умение решать сложные задачи Другие рассматривают его Как способность к самообучению И аналитическому мышлению Третьи, как возможность Самостоятельного взаимодействия С внешним миром То есть обобщать, воспринимать И осознавать воспринятое Четвертые заявляют, что точного пределя Дать не могут В начале 50-х годов прошлого века Известный английский математик Аллен Тьюринг Предложил тест, позволяющий определить Является машина думающей или нет Тюринг предложил такой Там тоже в 50-е годы Значит, предложил такой критерий Называется тест Тюринга И такой понятный Что если человек не сможет Отличить, ну, по общению Как-то там, конечно Самой машины он видеть не будет Но по общению, если он не сможет Отличить от человека То это вот и будет уже искусственный интеллект Оказалось, что отличить машину от человека Проще, чем думали экспериментаторы в начале Во-первых, человек считает и запоминает Медленнее и хуже, чем машина Во-вторых, пишет с ошибками В то же время электронный разум Не в состоянии ответить, например, на вопрос Как звали Татьяну Ларину по отчеству Даже имея в память весь роман Евгения Онегина Это вопрос, конечно, он совсем непростой Это вопрос, связанный с пониманием текста Именно не с анализом даже А с пониманием текста Конечно, если мы сделаем программу Которая будет анализировать текст И у нее будет конкретная задача Определить отчество действующих лиц То, скорее всего, мы такую программу напишем И эту задачу решим Но для этого мы ее должны в машине сформулировать Задача ведь непростая Я уверен, что 99 и, боюсь, что и 9 десяток школьников Читавших Евгений Онегин Не знают отчество Лариной Потому что оно спрятано Ведь помните, да, смиренный грешник Дмитрий Ларин Значит, это для того, чтобы провести такой анализ текста Для этого нужно иметь какие-то модели Модели, вот скажем, генеалогические Откуда они у машины? Их надо вложить Возникает проблема так называемых фоновых знаний У человека они огромны Это информация, которая накапливается ежедневно Источник объявляется все От книг и журналов до разговоров с друзьями Телевизионных передач и собственного жизненного опыта Самая главная информация не просто накапливается Она постоянно анализируется и сортируется в нашем мозгу Например, двухлетний ребенок может отличить кошку от собаки А для машины это неразрешимая задача Вспомним, как в одном из рассказов Станислава Лема Вторжение с Альдобарана Электронный переводчик переводит к инопланетян Бранные слова встретившегося им пьяного мужика Мать твоя сука вышла крещеная Как совершение религиозного обряда Над матерью собаки с помощью одиночной оглобли Пока мы работаем в группе признаков Хволосатая, четвероногая, шерстью покрытая и так далее Мы выбрали набор признаков Мы в этот момент, как правило Это простая очень, простой набор Когда мы даем большой набор признаков То мы полагаем, что может быть его достаточно Для того, чтобы идентифицировать, скажем, какой-то образ А оказывается, что его недостаточно Тогда хочется, чтобы машина сама добавила каких-то признаков А этого делать мы пока не умеем И неизвестно, научимся или не научимся Человек старается научить машину думать Но для этого нам самим надо понять, что такое мышление Его изучают логики, психологи, нейрофизиологи Это неимоверно сложный процесс Вот почему кибернетики, работая над созданием искусственного интеллекта Могут использовать только изученные формы мышления Наиболее понятны сегодня законы логического мышления Поэтому можно научить машину играть в шахматы Электронный разум способен молниеносно перебрать базы вариантов И прогнозировать развитие партии на 14 ходов вперед Во время одного из матчей «Человек против машины» Каспар выбрал такую стратегию защиты Что машина не могла просчитать его варианты на много ходов вперед И поэтому ей приходилось все время менять варианты И она начала делать откровенно глупые и вредные для себя ходы И в результате через 4 часа после начала партии На 45 ходу машина проиграла Значит, все-таки искусственный разум пока не может противостоять естественному Но есть и другие задачи Кроме игры в шахматы, самые большие достижения В сфере создания искусственного интеллекта Связаны с разработкой методов, позволяющих машинам решать конкретные задачи Я разрабатывал модели математические Зрительного восприятия Как мы с вами, получая две сетчаточных копии В виде очень жалких, мозаичных структур возбуждения этой самой сетчатки Превращающихся в какие-то там нейросигналы Замечательным образом, не подозревая, какая сложнейшая работа в нас происходит Ориентируемся зрительно В среде, которая может быть очень сложно геометрически устроена Мы с вами не задумываемся, например Каким образом мы узнаем старого знакомого Которого не видели 10 лет Даже если он поправился на 20 килограмм Отрастил бороду, наполовину облысел и устал седым Для машины задача узнать в этом человеке Образ того, кого она запомнила 10 лет назад Окажется непосильной Потому что две картинки Прошлые и нынешние Полностью не совпадут Но мы-то по каким-то признакам определяем, что человек тот же Значит, для того, чтобы машина также сумела понять, кто перед ней Программист должен ввести дополнительные антопометрические данные А также, например, тембр голоса Манера улыбаться, двигаться То есть все то, что мы храним в памяти об этом человеке И в большинстве случаев храним бессознательно То есть в нас с вами Эволюционно или Господом Богом Внедрены, инкорпорированы Потрясающей точности Механизмы, которые работают содружественно так Что когда подсказки нет для работы по одному из механизмов Берет право преимущественного голосования Тот алгоритм, который сейчас говорит Это по моей епархии Тут все признаки к тому, чтобы я заявил о правильном решении О правильной интерпретации И вот эта грандиозная по сложности работа в нас ежемогренно происходит Мы о ней не догадываемся Мы просто понимаем, что нет никакого труда Сегодня задачи распознавания уже решаются Не только в области внешнего вида Но даже речи, как устной, так и письменной Правильное понимание устной речи Может стать проблемой не только для машины Но и для самого человека Если вы слышите, допустим, кого-нибудь в первый раз То слишком быстрый темп речи Недостаточная громкость и дефекты в произношении Могут стать причиной того, что вы плохо поймете своего собеседника Более того, вы можете вообще его не понять Потребуется некоторое время, чтобы вы сделали поправки на все неточности Настроили себя на данную громкость и скорость Только после этого диалог окажется возможным Машина сталкивается с еще большими проблемами Самое первое и главное Слитное произнесение слов в предложении Как их разделять? Как отличать окончания от союзов и личных местоимений? Не говоря уже об оттенках интонации Для решения этих задач необходимо было заложить в память программы Максимальное количество возможных вариантов Никто сегодня уже не удивляется тому, что машины читают текст Сегодня достаточно много прикладных систем Которые ведут распознавание, скажем, речи Или синтез речи, которые, грубо говоря, разговаривают Я сейчас не говорю об осмысленности этого дела О понимании, но просто о том, чтобы можно было воспринять речь А ведь речевой канал, он наиболее важный для человека Он наиболее естественный Сегодня созданы программы, которые позволяют человеку С помощью голоса управлять телевизором Микроволновой печью, освещением, телефоном, компьютером Появились думающие машины, думающие дома, автомобили Автопилоты на самолетах и многое другое Но достаточно вспомнить вот интересный пример В нашем институте использовали подводный обитаемый аппарат Мир для того, чтобы снимать подводную часть знаменитого фильма Камерона «Титаник» И вот наши ребята использовали роботы Которые запускали во внутреннюю модули, так называемые Они их запускали во внутреннюю часть утонувшего «Титаника» Куда человек без риска для жизни сам проникнуть не может И они обеспечили всю внутреннюю съемку И вот, когда появляются думающие машины С которыми как бы можно общаться Сразу возникает снова подозрение А не будут ли они начинать снова диктовать свою волю Как в романах писателей-фантастов И не кажутся ли они опасными для нас Ах, женщины на рубеже веков Когда мужчины вам осточертили Любите электронных мужиков Незаменимых в кухне и постели Пленившись их нетленную красой Стыдливости остерегаясь ложной Купите робот марки Майкрософт Недорогой и все-таки надежный Роботы-солдаты, принимающие самостоятельные решения Или выполняющие команды своего изобретателя-хозяина Слава Богу, пока еще фантазия Однако наш мир очень быстро заполняется самыми разными электронными машинами Которые помогают нам в быту и на работе За нас стирают, моют, готовят, считают Пилотируют самолеты Разрабатывают маршрут исследования И ведут контроль за ядерными реакторами Мы доверяем искусственному разуму все больше А своему интеллекту все меньше Мало того, что мы становимся все более зависимы от этой электронной среды А она начинает пропитывать всю нашу цивилизацию Но еще кроме этого она и в нас входит все больше и больше Просто мы сейчас это не чувствуем Потому что вот эти первые вживляемые чипы Это только такая экзотика и редкость Но лет через пять это может быть такой стандарт Но через десять, наверное, просто сто процентов Об электронных чипах, мини-роботах, вживленных в человека Сейчас только начинают говорить Предполагается, что, возможно, с их помощью Может быть, проводить диагностику организма Излечивать определенные заболевания Такие роботы молекулярного размера Которые могут чистить наши вены Регулировать какие-нибудь почки И бороться с какими-то болезнями И так далее, и так далее Ну, кроме того, что они, конечно, наверное, могут И не только медицинские, и какие-то другие цели Так сказать, решать Так что мы начинаем срастаться с этой средой И вопрос не то, что компьютер или человек А просто появляется новый вид Вот это е-хомо То есть, как бы, человек электронизированный, скажем так Он хомо Так точно так Он сам-то не переродится Но у него все больше и больше Это будет начинка Ученые предполагают С любимой девушкой не обязательно совершенно встречаться Она там где-нибудь во Владивостоке А вы в Москве Но если канал широкий достаточно То вы можете мягко целоваться Вполне С полной отдачей Вот Без личного присутствия Это, как бы, так, не кажется фантастикой Хотя, если вырваться из экстраполяции такой То, конечно, это черти что Вот А кроме этого Память растет сказочно просто И таким образом уже сейчас опять идут эксперименты В таким, как бы, дневником Который просто даже и не очень, может, спрашивает тебя А так автоматически записывает вообще все, что с тобой происходит В этом электронном дневнике окажется информация Обо всех событиях жизни человека Слова, запахи, лица, эмоции Некоторые ученые полагают Что создав такой электронный дневник Или, как бы, электронный дубль человека Куда будут записаны все его параметры Ну, даже включая запахи какие-то, привычки Что он любит, что он не любит И все его воспоминания Может быть, после его смерти Снова его, как бы, оживить интеллектуально То есть включить вот этот самый компьютер И перед вами снова возникнет мозг этого человека Надо сказать, что выглядит это довольно страшновато Это вроде того, как, знаете, у братьев Стругацких В пике на обочине Мертвецы покидают кладбище И возвращаются к себе домой Но, с другой стороны Таким образом, человек будущего Сможет скинуть бренную оболочку тела И, сохранив разум, память и чувство Перейти в иное состояние Одушевленные машины Или Е-Хома Через Е-Хома и перейдем к искусственному интеллекту И он нас, как эту самую предыдущую ступень Отправит отдыхать Это не значит, что он нас там должен уничтожать Мы просто почувствуем, что Не то, что мы лишние Но просто вот То он у нас был ассистентом А теперь мы, может, у него Искусственный интеллект Который пытается создать человек Пока не может стать выше его собственно Робот – младший партнер человека Его ученик Но у него есть некоторые достоинства Человек может ошибаться И действовать по поверению настроения А робот всегда спокоен Рассудителен и логичен В отличие от человека Он всегда готов к работе Искусственный разум – сложнейшая Но постоянная величина Построенная по законам Аналитической геометрии Природа человека – это непредсказуемость Интуиция и гениальное прозрение Вот уже тысячелетия Мы познаем окружающий мир И самих себя Но только в 20 веке Начав работать над созданием Искусственного интеллекта Люди впервые поняли Какой необъяснимой загадкой Является сам человек Метаматематики дают утверждение Бьющее по нашей гордыне Что мы не можем в принципе Создать ничего более сложного Чем мы в том отношении Что мы про себя поняли Вот ровно потому Что мы про себя Очень многого еще не поняли Мы тем более Не сможем создать Даже сложнее того Что поняли Для того, чтобы создать Искусственный интеллект Копирующий человека Необходимо объяснить Машине законы природы К сожалению Или к счастью Далеко не все они Умещаются в прокрустово ложе Математических формул Как же быть? Примерно 30 лет назад В науке появился термин Фрактал В переводе с латинского Это означает Разбитый на части Изобретателем слова фрактал Бенуа Мандельбротом В 1975 году Заявившим, что Геометрия природы Это фрактальная геометрия Собственно Из содержательной части И было заявлено Что обратите люди Внимание На вот эти новые Множество Нецелочисленной размерности В них Как в ящике Пандоры Спрятаны сокровища Можно честно заявить От лица математики Говорю, что Фрактальная геометрия Пока не создана Зато появилась Фрактальная живопись Что это такое? Возьмем, к примеру Куриное яйцо Если на него Посмотрит математик То он увидит Эллипс Построенный по классическим Законам геометрии Если на него Посмотрит биолог То он увидит Объект живой материи Построенный Из множества молекул И атомов Взаимодействующих Между собой По биологическим законам Фрактальный же художник Видит в этом яйце И эллипс И молекулы И математические формулы Которые их связывают Более того Он увидит даже курицу Которая его снесла И другое яйцо Из которого Получилась Эта курица Итеративный алгоритм Может породить Структуру Кружевную Где художник Увидит и яйцо И омлет И вилку И попробуйте Научить математика Работать С этим объектом Как он привык Ему надо яйцо Отдельно Вилку отдельно Омлет отдельно А тут гора Образов Которые еще надо Дородить Визуализировать После того Как на экране компьютера Возникает узор Из штрихов Окружности И точек Математик превращается В художника Он вглядывается В картину И в хаосе линии Прозревает диковинные Фигуры и пейзажи Затем он захочет Чтобы его картина Зазвенела красками И здесь художник Вновь становится математиком Он сдает машине формулы В соответствии с которыми Программа закрашивает Определенные фрагменты Картины Определенными цветами Но вероятность того Что художник Математик сможет Прочитать все последствия Вводимых изменений Ничтожно мала Подобно тому Как конструктор Который проектировал Грибной вид Титаника В 1908 году Не мог бы представить Все возможные Последствия своей работы Так и мы с вами В 2005 году Зная только Некоторые части Этих последствий Не можем и предположить Какую роль эти знания Сыграют в нашем будущем Именно бесчисленное Множество причин Следственных связей Делает теорию фракталов Настолько похожей На законы живой природы Части которой Является интеллект Человек Скульптор Пигмалион Создал прелестную Галатевию Но оживил ее не он А боги Олимпы Об этом надо помнить А вот чудовище Созданное Франкенштейном Оно действительно Какое-то время Существовало И кончилось тем Что оно убило Своего создателя Когда мы создаем Мыслящие машины Не надо забывать О том что мы замахиваемся На то чтобы Уподобиться Господу Богу Это кончунственный Совершенно замах Который может привести Совершенно Страшным последствиям Потому что Если вернуться К тому же Карлу Чапокову То вспомним Что ведь У механизма У робота Нет ни понятия морали Ни нравственности Ни угрызения Совести Слава богу Сегодня человек Может создавать Достаточно примитивные роботы Играет в шахматы Выполняет Несложные операции Он может предать Только часть того Что знаем мы То есть своего интеллекта Что же касается Создания абсолютного интеллекта То эта проблема На сегодняшний день Не разрешена А женщины На рубеже веков В эпоху Импотенции Повальной Гребите Электронных Мужиков Удобных Как компьютер Персональный С любым из них Хоть целый век Живи Любой из них Вас не посадит В клетку А если вам Захочется Любви Включите их В ближайшую Розетку А женщины На рубеже Веков Чтоб не разбить А быть Любовной лодки Любите Электронных Мужиков Не знающих Ни курева Ни водки Они прекрасны Что Не говорить Хотя Своей И нет У них Идейки Их Не кормить Не надо Не поить Лишь Иногда Меняйте Батарейки Не знающих Не знающих